Добрый день! Что такое полиноз? Полиноз это хроническое аллергическое заболевание, сезонное. Для него характерны такие клинические проявления, как приступы чихания, слезотечения, заложенность носа, более тяжелых случаях света, боязнь и приступы затрудненного дыхания. В нашем регионе, в частности в городе, наблюдаются три волны цветения. Первая это кустарники деревьев, это конец марта, апрель и часть мая, или чуть позже, плюс-минус недели 10 дней. Вторая волна это луговые травы и третья волна это сорняки. Если взять на наблюдение по нашему отделению и по городскому аллергологическому кабинету и взять процентное соотношение, то количество больных, обращаемых в течение сезона обострения, где-то 20-25% это идет весеннее обострение, то есть деревья, кустарники, немного меньше это луговые травы и пик это сорные травы, имеется ввиду полынь, брозь и лебеда. Что характерно для этого заболевания? Оно очень коварно. Дело в том, что когда у человека наступает обострение первый год, чаще всего люди это расценивают как легкое недомогание, что ОРЗ, где-то простуда, перекупался в море и так далее. На следующий год в это же время беспокоят опять те же симптомы, но значительно более выраженные. Поэтому коварство этого заболевания в том, что оно никуда не исчезает, человек не перерастает, а наоборот с каждым годом период обострения увеличивается и клинические проявления усиливаются. Я обращаю внимание жителей нашего города, жителей нашей области, что если у вас появились такие проявления, нужно обязательно обратиться к врачу, к семейному врачу, к лороврачу и к овергологу. Семейные врачи в обязательном порядке после осмотра вас направят к овергологу. Ну а мы уже естественно проводим полное обследование, диагностику, назначаем лечение и так далее. Я хочу обратить внимание, что кроме профилактических мероприятий, которые человек должен соблюдать в период обострения, то есть меньше выходить на улицу, находиться больше в помещении, ходить в солнечно-защитных очках, принимать антигистаминные препараты, принимать местные препараты, назальные спреи и так далее, он должен помнить, что он обязательно должен явиться к нам в холодное время года, ноябрь-декабрь, для проведения аллергодиагностики. Почему ноябрь-декабрь? Потому что в этот период ничего не цветет и человек находится в полной риме. И соответственно по результатам исследования, на какие травы реагирует пациент, мы проводим специфическую иммунотерапию. Специфическая иммунотерапия проводится в холодное время года, это январь, февраль, март и так далее. Основной курс, это по схеме принимаются аллергены достаточно часто, а потом в течение двух лет принимается одно драже в две недели, то есть два драже в месяц. Это совершенно не утомляет ни пациента, ни врача и так далее. Я хочу обратить внимание, что кроме того, что мы всегда просим пациентов, приходите своевременно, проводите аллергодиагностику, начинайте своевременно курс лечения, потому что чем младше возраст, тем быстрее и эффективнее это лечение проходит. И мы имеем очень большой опыт, и я с уверенностью вам говорю, что люди избавляются от этого. Не могу не отметить, что это заболевание начинается в детском и в молодом возрасте, хотя что у нас есть больные, которые достаточно взрослые, тем не менее обращаются уже очень-очень много лет. Уважаемые молодые люди, это заболевание передается по наследству, если один из членов семьи, допустим, мама болеет поленозом, ребенку предрасположенность передается 30%. Если оба родителя 60%, я думаю, что никому не хочется, чтобы ребенок болел тем же самым поленозом. Кроме того, я еще повторяю, что оно никуда не уходит, никто из него не перерастает, наоборот, с каждым годом и хуже самочувствие, и период обострения увеличивается, и заканчивается это или хроническим аллергическим заболеванием, это имеется в виду дерматит-крапивница, или это бронхиальная астма, уже это более серьезное заболевание. Кроме того, что человек должен все эти меры предрасположенности соблюдать, есть некоторые ограничения в питании. Например, я просто приведу краткий пример. Если у человека аллергическая реакция связана с пыльцой, полынью, амброзией, лебедой, то он ни в коем случае не имеет права употреблять сыр, деревьев и авокадо. Ежегодно к нам в летний период года, в период обострения, это конец июля-август и часть сентября, поступает 2-3 человека, ну пациенты по скорой помощи или самостоятельно, которые, находясь в кафе, на летних площадках употребляют салаты, в состав которых есть такой салат фитнес, я уже изучила его количественный и качественный состав, как там ходит яблоко, сельдерей, авокадо, и через полчаса после употребления этого салата, как правило, люди поступают к нам с анапилактическим шоком. Это достаточно очень серьезно. Поэтому я еще раз обращаю ваше внимание, пожалуйста, как только у вас появились симптомы, обращайтесь к врачу. Как только вам поставили предварительно диагноз аллергическая реакция на цветение растений, или синая лихорадка, это одно и то же, или полиноз, вы обязательно должны посетить наш кабинет или наше аллергологическое отделение. Мы работаем круглосуточно и принимаем всех больных, где вам проведут аллергоги-диагностику, выставят окончательный диагноз и начнут курс специфической иммунотерапии.